Вопрос о судьбе загородных лагерей в условиях пандемии депутат Эдуард Антонов задавал на комиссии по социальным вопросам еще два заседания назад, но ответа пока не получил. Напомним, из-за отмены летней оздоровительной кампании в этом году учреждения оказались в крайне непростой ситуации. Как наши лагеря, как наши оздоровительно-образовательные центры пережили кризис самоизоляции? Ответ только один – это что лагеря работают у нас в штатном режиме и помощи им не требуется. Тем не менее, вопросов у народных избранников по работе загородных лагерей много. Сегодня депутаты получили некоторые ответы на комиссии по социальным вопросам. Некоторые лагеря предложат, что не выводятся. Как вы можете прокомментировать этот вопрос? Есть рабочие встречи и обсуждения текущих рабочих вопросов. В рамках этих встреч мы разные предложения обсуждаем. То есть сокращение штата на 2021 год не предусматривается? В течение штата на 2021 год не предусматривается. Никаких документальных уведомлений или иных документов о сокращении штата ни одной инструктуре не было вручном предложении. Но на этом вопросы по кадровой политике в загородных лагерях не закончились. Гурий Двирный спросил, что происходит со сторожами, завхозами и другим обслуживающим персоналом. Людей переводят на мрот сейчас, в данный период. А часть людей переводят на доходы от коммерческой деятельности. И это люди такие, как сторожа, секретари, завхозы. В данный момент, как вы знаете, лагерь лишен возможности коммерческой деятельности. То есть эти люди останутся без зарплаты. Четкого ответа на этот вопрос депутаты пока не услышали. Профильный замглавы Евгений Карташов обратил внимание, что финансово-хозяйственная деятельность лагерей сегодня не рассматривается. Есть бюджет. Бюджет не уменьшается. Есть план финансово-хозяйственной деятельности. Есть деятельность в каждом конкретном лагере, которая порой была не в рамках тех денег, которым выделяется. Но, собственно говоря, про это уже был запрос. И, я думаю, управление образованием в соответствии с установленными сроками аналитику свою предоставит. Сегодня просто ничего обсуждать. Объем финансирования летнего отдыха детей в бюджете 2021 года остается на уровне текущего. Внести коррективы может только пандемия, подчеркнул Игорь Скруберт. Помимо летней оздоровительной кампании, депутаты обсудили еще три вопроса. Ситуацию с учреждениями дополнительного образования. В том числе подробно остановились на судьбе детского эколого-биологического центра. Переход школ на дистанционное обучение. И состояние дел в детских садах в рамках подготовки проекта бюджета на 2021 год. Напомним, сессия по бюджету назначена на 17 декабря. Екатерина Литвинова, Андрей Сенченко. Новости. Время. Местное. Новости. Время. Местное.